Диалог на простых числах На краю Салаирской тайги Сереж, расскажи немного Нашим зрителям Чем ты живешь, чем занимаешься В городе Новокузнецке Работал на маршрутном автобусе 25 лет отработал Но с 2011 года Так получилось Опять же связано это С той борьбой Которую мы ведем с угольными разрезами Переехал в дедовский дом В поселке Алексеевка И с супругой сейчас живем там Держим скотину Выращиваем Огород, все занимаясь Сельским хозяйством Крестьянский образ жизни А вот С тобой наши зрители Познакомились благодаря Ролику, посвященному угольным Разрезам С чего вообще началась Эта история? Она ведь началась довольно-таки Давно Можешь немножко рассказать о том Как лично для тебя началась борьба С этими угольными разрезами? Рядом На приличном расстоянии Угольный разрез Листвянский Еще начали копать В конце 70-х годов Прошлого века Но подойдя на километр Там даже дальше Разрез остановил работы Все там Как бы прекратилось И уже в начале 2000-х годов Началось шевеление С 10-го С 2010-го года Полный рост Начал разрез Там провести работы А в 70-е Остановилось Потому что Тогда были Достаточно строгие нормы Которые запрещали Приближаться к поселкам Да, насколько я помню? В километровой зоне От предприятия Первого класса опасности Жилья не должно быть Тем не менее В 2010-м году Разрез Уже Бунгурский Северный Там, конечно, махинации С этой лицензией Это мы тоже сейчас будем Там все это Юристы у нас будут Разбирать эти дела Сначала как? Что в сторону поселка Ничего не будут там копаться Да, там все это самое Обещали так, да? Но лесорубы заезжают Подошли Мужики Здорово-здорово Че вы как тут вообще? А, 500 метров в сторону Алексеевки 600 метров в сторону Ананина Тормози, стоп Вообще, как бы, что за дела? Как так? И на разрезовских Вы нам границы ставьте? Метки До куда вы пойдете? Ну, значит, ставят нам метки Мы просто так были Если сказать в шоке Это ничего не сказать Нам практически Ничего не оставляли Там для жизненного пространства Там В 300 метрах от деревни Метка Между Алексеевкой и Ананина Дорога попадает под разрез Все Нас, конечно, это все дело не устроило Ну Тогда по наивности, конечно Сейчас мы Доведем До начальства До нашего Там, как бы До этих Кто там за этим делом Надзирает Че на самом деле-то И Все, порядок наведется Пишем письмо В природоохранную прокуратуру Как бы там Все, доводы приводим Приходит ответ Ну да, там Что-то там Они там нарушили Там 10 тысяч штрафов им выписали А так у них все нормально То есть, в принципе До жителей Не сразу Начало доходить Что происходит И насколько Все это серьезно Ну Так-то, да Как бы И вера Вот В то, что Власть-то на то И власть Чтобы Беспорядка-то не было Там Беспредела-то какого-нибудь Ну Тем не менее Разрез работает Нам говорят Ну А что вы хотели Ну Вот метки такие Лицензия такая Как в басне А Васька слушает ДС Да Ну Шуметь-то мы начали Там Потом уже В такой частной беседе С одним из руководителей Разрезан Да нам вообще Хазьева Там Между прочим Один из совладельцев Этого Бунгурса-Северного Это Дмитрий Николаев Который вошел В этом году В список Форбс Как миллиардером стал Да Сейчас у него Разрез Березовский Там Ну и там Тоже обкапывает Новокузнецк По беспределу Там по сути Копайте Документы у нас есть Этих папуасов Вообще не слушайте Ну Не слушайте Местные жители Да Боригенов этих Да Но не слушать не получилось Потому что Как бы и письма Вот эти там Жалобы начались Мы писать И как бы шуметь начали Там все это Чиновникам Неудобные вопросы Там все это А как вы начали шуметь? Заявили о пикете Что будем проводить пикет Там быстренько Чиновники собирают собрание В Алексеевке Прямо все И Разрезовский Там все Все это самое Ну и в конце Я говорю Граждане Пикет состоится Там Администрация сельская Там она в городе Как бы внутри города То есть для них Пикет это что-то несусветное Не надо Да Не надо Ну как Мы же все решили А что мы решили? Мы ничего не решили Разрез работает А работать ему нельзя На таком расстоянии от деревни Комиссию они создали Вы же у вас какие-то документы Ну вот и нам Предоставьте Больше таких ошибок Ни один Разрез не совершал Видимо Считая Да Что колхозники Что они там В этих документах Понимают Нам дают Такую кипу документов Всяких разных Лицензионные соглашения Проекты Там экспертизы Там санитарно-биологические Заключения Там все это Выдают Ну и Сели Посмотрели И тут же Сразу В одном из документов Выявляем Фальсификацию Расстояния Санитарно-биологическое Заключение Выданное Супругами Ямашкиными ООО Санпитсервис Такая фирма Ее сейчас уже Конечно не существует Потом Также в процессе Уже там Борьбы Выяснили Что они же Выдали документы Разрезу Энергоуголь В котором Не указали Целый поселок Вот Есть там расстояние До Новокузнецка До Листвегов До Костемкова А рассвета нету И разрез Чуть ли не в самом поселке Образовался Как бы И тоже там Им все нормально Там все Мы практически Месте начинали бороться Но они в суды пошли А мы пошли На сам разрез Начали устраивать акции Ну Благо идти недалеко Там полкилометра И вот он разрез уже Причем Места Так сказать До боли родные Знакомые С детства Уничтожать Конечно Это Недопустимо Вот И Без взрывов Разрез не может работать Ему надо взрывать Первые же взрывы На расстоянии От полкилометра Показали Что Ну Это Несовместимо Проживание И взрывная работа Там Как бы Фундаменты печки Трескаются Там Камни в огороды Крайних домов Залетают Там Ну Что это Куда годится Ну и Чтобы взорвать Они перегораживали Въезды в деревню По сути Вот Если еще Со стороны Ананина Там Машина стояла Там Как бы Там Метров Двухстах От деревни То Со стороны Апанаса Прямо Под самой деревней Вот На время проведения Взрывных работ Там все равно Это как минимум Два Там Три часа Вы в блокаде Мы Да В блокаде Там Тоже Да Вот Как бы Такой Инцидент Произошел Товарищ Подошел Тоже Деревенский Житель Говорит Мужики Ну Сколько Можно Вот так Скорой Надо будет Проехать Это же Ну неправильно Что вы делаете А с ним Через губу Да Типа Кто-то такой Тут еще будешь Нам указывать Что нам делать Мы тут Как бы Деньги зарабатываем Но Недолго думая Парень здоровый С ребенком И мимо них Пошел По дороге Ну тебе сразу Панику Там Чуть Человек Там В зоне взрыва Там Как бы Это взрыв Тормозят Один стоит С ребенком Подъезжает Охрана Двое Там охранника Посмотрели Здоровый Несправимся Развернулись Уехали Он на телефон Я как раз В городе был Тоже там Обзванивая всех Охрана на двух Уазиках Подъезжает А там уже Человек 20 Стоит Тоже Развернулись Уехали Два дня Мы не давали Проводить Эти взрывные работы Это был Один из Первых случаев Один из эпизодов Да Когда все это Началось Именно такой эпизод Противостояния Когда массово Люди вышли Это Одиннадцатый год Да Ну массово Мы По сути С десятого года И начинали Такие Но Конечно Разрез Когда Руководство Поняли Что Придется Считаться С местными Жителями И Начались Собрания На которых Они там Ну готовы были Кадриль перед нами Сплясать Лишь бы мы Согласились И два года Заключались Так скажем Социально Вот эти соглашения Так Одиннадцатые Двенадцатые Годы Да Там Как бы Поселковый совет Подписывал Эти соглашения Причем Все там Ну Я их не подписывал Хотя тоже Входил поселковый совет Ну Что Один человек Не подписал Все равно Оно считалось Уже заключенным Не подписывал Чтобы Не были связаны Руки этим соглашением Ну и Тем не менее Они все равно связаны Делать я ничего не могу Ни писать там Жалобы какие-то Ни это самое Оставалось только ждать Как они эти соглашения Выполнят Ну и выполняли они Конечно их Как и ожидалось Все-таки Предприятие По Скажем так Загублению Всего живого Не способно Что-то К созидательному Чему-то Что бы они ни делали Как бы Трансформатор Там В соглашении Было написано Ревизия трансформатора Трансформаторы Отревизировали Пол деревни Без света Сидит Настоящие электрики Приехали Починили Исправили Кладбище Огородили По смете У них 600 тысяч 11 год Столбы Гнилые Штакетник Деревянный Там потом В таких Кулуарных Разговорах С рабочими Да у нас Начальство Дача себе На этой помощи Построило Тоже Мирошник Глава района Приезжает На одно из собраний Мне говорят Выгодны такие протесты Я больше денег С них Вытягиваю Для района Ну конечно Разумеется Ну конечно Вот вам всем Выгодно Вам выгодно Руководству Разреза выгодно Они собственнику На этих траглодитов Надо миллионы Списывают На помощь Одни мы Остаемся Со взрывами Кошмаром И еще и потом Без земли Нормальной На которой Растить ничего нельзя Не жить Ничего Как бы Что мы поняли Самое главное В этой борьбе Что бить надо Буржуи по карману А все ли поняли Вот Насколько сплочены Были И может быть Сейчас остаются Жители Твоего поселка Других соседних поселков Какие настроения Среди людей Вообще Превалируют Все ли настроены На борьбу Или может быть Большая часть Наоборот Думают Что да мы Не справимся Ничего не получится Моя хата С краю Или Хат с краю Уже не осталось Люди разные Сколько людей Столько мнений Конечно Такие настроения Тоже присутствовали И довольно-таки Было трудно Переломить Вот именно Вот это Пораженческое Такое Что это Упадничество Да Бесполезно Бороться Задача Стояла Что Кто так вот Говорит На собраниях Уже потом Ты хочешь этого Нет А зачем ты это говоришь Это же как бы Уже вплоть до того Что мысль-то материальная Так и думать даже не надо Все равно справимся Все равно победим Ну на нашей стороне правда Мы правы Мы не требуем Ничего сверхъестественного Мы требуем Соблюдения закона Полиция тоже Поначалу Когда они еще Были такие Как бы Не против нас Конкретно Это уже После семнадцатого года Там уже все Нас винтить начали Там и обыски И все прочее Приезжают Мы Нейтралитет Мы не на чей стороне Как вы не на чей? Вы на стороне закона Нарушается закон Пожалуйста Пресетите Ну Они как бы Это самое Ну Мы это Как тоже Получается Не пускаем их Дальше Продвигаться Прям Заходим Встаем Между экскаватором Беллазом Грузить нас не даем Ну как Глину Это там Они как раз Целик снимали Глину Дежурят там Люди Как бы Это самое Все Они уедут Смотрят Никого нету Ну людей Опять технику загоняют Дежурный свистит Все опять собираются Опять выгоняем Те вызывают полицию Ну им тоже Как бы Охота уже работать Полиция приезжает А что? Говорит Людей-то нету Да мы сейчас трактор загоним Они сбегутся Ну таких уже там было Ну Потом на собрании Директор такой Да там Случайно Мастер Как бы До плана не хватало И он там Загнал там Ну мы его уже наказали В смысле До плана не хватало Вам глины До плана не хватало Вы что У вас Керамический завод что ли Там как бы Керамику делать Или кирпичи Это самое Ну Я думаю Я думаю Многие сталкивались С подобными Отговорками Когда они Прикидываются Дурачками Ничего Не понимающими И я думаю Вот эти Случаи Помогли Многим Жителям Понять Что Если Сидеть Тихо То Дело будет Только хуже В любом случае Опереться можно Только на то Что оказывает Сопротивление Вот Чем больше мы Сопротивлялись Тем как бы С нами больше считались А до каких Уровней власти Вам удавалось Доходить То есть Ну местная власть Понятно Она рядом с вами Где-то Да Вы куда-то выше Там район Область В те годы Тулеев Был губернатором области Ну да Писали Тулееву Да И причем Такие письма Писали Что Как бы Неужели Это Тот самый Тулеев Позволяющий Сейчас такому Беспределу Который С трибуны Верховного Совета Там Рубил Правду Матку Там Как бы Это самое Тот самый Тулеев Который Не верит В естественную Смерть В эту Не естественную А в Что Сам себя Охромеев Маршал Охромеев Это вот В книге Тулеева По-моему Как бы Россия Которую потеряли Что-то такое Там Охромеев В самолете И потом После того Как объявили Что Охромеев Сам себя Там Маршал Советского Союза Он Не верил Чтобы он Сам Покончил Жизнь самоубийства Вот Что это тот Самый Тулеев Который Сейчас Позволяет Такому Беспределу Там Ну Тогда Нам Как Пришел Ответ Как Жители Скажут Так И будет Ну Граница Там Как бы С разрезом Ну Так Тем более Они Тогда Вот Сколько Прокопали Мы Прям По этому Краю Ямы Таблички Наставили Что все Раз Губернатор Сказал Как Жители Скажут Так Мы И Вот И Как Помогло Ну Они Вылезут Из ямы Таблички Переставят И Подкопаются Ну Что делать Мы тогда Взяли их И прям Вбили Что их Не вытащить А Они Экскаваторами С табличками Шуровали Ну Все равно Как Это Самое Это Как-то Помогло Людям Понять Что На власти Тоже Не очень Получается Надеяться Да Это Мне кажется Сейчас Все Понимают Особенно Вот Сейчас После Слов Цивилева Что Не за Нас А На самом деле Разрез Работает Ну Как бы Верить Властям Да Ну Тогда Там Совокупность Конечно Факторов Привела К тому Что Участок Законсервировали Они Конечно Там Это Не из-за Протестов Это Не из-за Людей Они Никогда Не сознаются В этом Что Это Из-за Людей Там Это Там Да Там И Породы Твердые Без мощных Взрывов Никак Надо Мощно Взрывать А Деревня Рядом И Пласт Уходит В сторону Деревни Там За границей Выделено Вот Этого Участка Там То ли Геологи Ошиблись То ли Что Как Там Ну Вот И что-то Там Уголь Тоже Надо Что-то С ним Там Делать Как-то В общем Собственникам Было Принято Решение Консервации И еще И жители Да Про которых Не стоит Говорить Но Они Сопротивлялись Я понимаю Твою мысль Почему Они Не любят Признавать Что Вынуждены Считаться С людьми Если Они Это Скажут То Другие Люди Подумают Оказывается Так Можно Оказывается Сопротивление Это Приводит К результатам Каким-то И Дурной Пример Будет Заразителем Вот И в Тринадцатом Году Бунгурский Северный Консервировал Этот Участок Ну Как Русская Черта Характера Отлегло И Люди Расслабились Конечно Да Они Копают И Все Эти Шина Они Выставляют На Продажу По Бумагам Угля Еще Много И Покупателям Говорят Да Мы Пласт Скрыли Тут Нас Прогнали И Вот Он Водой Затопило Вы Воду Откачаете И Уголь Вот Он Вам Как Вы Часто Они Поняли Как Лоханули Там Не То Что Они Без Разбортовки Они Плюс Четыре Горизонта Взяли В нарушение Всех Норм Бунгурки Северной Когда Уходил Там Им Просто Угля Не Оставили Только Взрывать Уголь Где есть Под породой Либо Целик А Почему Нам Важно Чтобы Именно Этот Участок Не Доработали Они Не Могут Перепрыгнуть На Другой Участок Не Доработав Этот И В одном Из Разговоров С главой Района На тот момент Манузиным У него Проскочила Такая Фраза Тоже Я На Маршрутке Работаю По Городу Я Частная Маршрутка Глава Поселения Звонит С тобой Манузин Хочет Встретиться Он Шлаги Снимаю Прямо На Автобусе Деревня Мы С ним Встречаемся На Том Месте Где Мы Не Пускаем Не Даем Копать Он Говорит Да Молодцы Вы Отстаиваете Все Потому Что Как Только Доработает Участок Станет Вопрос Убирать Деревни Убирать Деревни Это В каком Смысле Сносить Сносить Под деревнями Жуголь Да А Жителей Куда Перепрежать Выселять Там Как бы Только У нас Это В Кузбассе Происходит Как Разрез Полную силу Начинает Работать Уже Под Самой Деревней Становятся Невыносимые Условия Проживания И люди Сами Готовы Из этого Ада Хоть Куда Нибудь Ну Там И уже Там Чем Кошмарнее Тем На Меньшую Суму Согласны Если Дойдет До Этого Что Не Разбиваться Не по Одному Чтобы Нас Как бы Это Самое Прямо Выставляем Условия Остройте Деревню Где Нету Разрезов Ничего Это Самое Это Дело Затратное Со всеми Со всей Инфраструктурой Да Соответственно Они Начали Такие Закидоны Нам делать Да Да Мы Построим Конечно Вообще Не вопрос Давайте Все Это Мы Будем Копать Так Сначала Постройте Давай Немножко Вернемся К Продолжение Этой И Насколько Я Понимаю Вторая Попытка Разработки Этого Разреза Была В Семнадцатом Году И Тогда За дело Взялась Компания Сип Уголь Там Вот Такой Господин Чурляев Был Если Я ничего Не путаю Да Но Это Только Не тот Разрез Не тот Участок Это Другой Совершенный Участок Здесь Тоже Ситуация Консервирует Участок Все Он Не работает Стоит Мы себе Живем Спокойно Как бы Все Это Самое И Получается И они с другой стороны Пытаются Зайти Нет Нет Там Совершенно В другом Месте Получается Единственная Дорога Идет Вапанас Ну и Соответственно К нам Вот Шесть деревень Там В кусту Вот Подстанция Электрическая Там Как бы Это Самая И вот Эта Дорога И рядом С дорогой Не доезжает И подстанции Появляется Техника Появляются Бытовки Появляются Там Вагончики Какие-то люди Тут Это самое Подъезжаем Что за дела Такие Разрез Сипуголь Мы тут Копать будем Как бы Участок Ананинский Восточный Смотрю на карте Участок Ананинский Восточный Это практически Вся наша Дорога До Апанаса От Кенерков До Апанаса И подстанция Прямо В середине Этого участка Все это Как так Вы что А мы как будем Ездить Как электричество А мы вам Дорогу перенесем Как бы Это самое Как они На общественном Слушаем Учурляев У вас проблема Ребята Вам надо Подстанцию Перенести И дорогу Сейчас мы Этим займемся Подождите У нас нет проблем У нас все устраивают И дорога И подстанция Как бы А мне Государство Дало лицензию Вот все И я сейчас Буду тут у вас Копать А там еще Получается До Алексеевки Больше километра До Апанаса Тоже больше километра Попадают там Несколько домов В Ананино В километровую зону И полностью В километровую зону Попадает СНТ У Глеб Садовое общество Как бы И на одном Ну начинаются там Эти самые слушания Там все это Тогда вот С семнадцатого года Эти общественные слушания У нас Стали проводить Так как Положено До этого Просто формально Там депутаты Подписывали Или что там Они делали Там в тихушку От народа Людей не собирали Не собирали Да Первое это вот Собрание Общественное слушание Маленько отвлекусь Это как раз По участку дороги Который попал В разрез Наша дорога В разрез Сип-энергоуголь Восточный вот этот Нет Нет Другой участок Это вот я говорю Отвлекусь маленько Наша дорога Вот этот участок Там Три километра Попадает Бунгурский Южный 2 Участок Разрез Сип-энергоуголь И собирается Слушание Летом 17-го года Как раз Сипуголь Тут появились Это самое Проводит слушание Тогда такой чиновник У нас в администрации Старосвет Он взял на себя Это дело Я сейчас все устрою Люди собираются Там что-то Много Под 100 человек Собралось И они такие Как бы Вот Распишите Что пришли На слушание Там человек 60 Расписались Они эти росписи По то что Да согласны А нам Выдают Такую Как бы План Этот Сип-энергоуголь У вас дороги Нету Это наша дорога Участок этот Он наш Его вообще нет Мы там будем копать И дорогу перекопаем А вам построим Дорогу на Михайловку И начинают уже строить Вот слушание проводят А уже строят Земли непереведенные Там по полям Начинают вести эту дорогу Она будет равнозначна Подождите Ребята Как она может быть Разнозначна Если она в другое направление И меньшей категории Там уже Там все Это самое Как бы Это неправильно Это не так Ну так Вы же расписались Что вы согласны То есть Людей Обвели вокруг пальца Да по сути И как они в итоге К этому отнеслись Ну Там уже В прокуратуру пришли Нас обманули А тебе говорят А в бумагах-то Вот вы согласились Мы с бумагами работаем А не То что вы там Как бы Да Там все Это самое И тоже Этот разрез Там начинает Шевелиться На этом участке Но перед ним Вот как раз Этот вот Чурляев Да Вот этот генеральный директор Этого разреза В Апанасе Слушание проводится Такой прямо Насмешкой Нахмылкой Там Ездить будете Ездить будете Через Костенкова Там Костенкова Как бы Это самое Люди возмущаются Там все Это самое Но Опять же Старосвет Там Объегорил Опять людей Как Расписываться Что пришли На слушание Выстроились Там Они Прямо Наглую Мы у вас дома будем выкупать Ну все По справедливой цене Там все Робко Спросили А что-то мы в интернете Посмотрели Вы банкроты А как вы будете У нас выкупать дома Ну мы же уголь будем копать Продавать И с вами рассчитываться Ну типа Утром стулья А вечером деньги Вот в таком плане Ну Там Митинги Тогда Как бы Вот тогда Пошло Такое Объединение Актива Против Вот этого Разреза Из нескольких Поселков Да Это самое Там Ну конечно Работу провели Колоссальную Там По Это Апанас Там Вот у нас Активисты Владимир Горенков Супруга Они там Неделю ходили По жителям Там Как бы Это сам Апанас Большая деревня Мне если достаточно Дня Пройтись По всей деревне Там Как бы Все это Людей подготовить К выходу А не им Дольше Это все Приходилось делать Тогда В городе Обратились К ряду Политических Партий Которые В Госдуме Ну у нас В Госдуме Там Немного Политических Партий КПРФ Как бы Ребят Мы Прям Понимаем Вас Прям Сочувствуем Ну Можем Приехать Снять Как бы Это самое Ну вы хоть Тогда приедьте Там побольше Людей Снимать А ЛДПР Взялись Нам Помогать Прям Они Так Это самое Активно Тоже В этом отношении Конечно Хорошо Что они Там И митинг Вот этот В сентябре Который провели Там ЛДПР Но Мы Сразу Договорились Ребят Давайте Без Флагов Без А то Мы Тоже Можем Красные Принести Там Это самое Если Начнем Вот так Сеток Там Разноцветные Появятся Нам Не надо Это самое Единственное Флаг Кузбасса Вот А он Как бы Я Почему Еще На этом Как бы Ну И Предложил Он Флаг Кузбасса По образцу РСФР Флаг Как бы Это самое Вот И Вот Перед этим 19 Августа Провели Митинг Это Как раз День Российского Флага Но Он Прошел Под эгидой Против Разрезов И вот На этом Митинге Там У нас Такой Есть Как В каждом Городе Этот Гайдпарк Это В Аржинске В Кидзевском Районе Там На краю Вообще Города Там ДК И еще Причем За ДК Там Кленом Все поросло Там Как бы Это самое Ну В Москве Точно так же Гайдпарк Сокольник Это В лесу Митингуй Агитируй Зверюшек Ну Собрались Там Народ Собрался Со Всех Близлежащих Поселков И Довольно-таки Прилично Тоже Там Получилось Количество Человек За сто Точно Там Как бы Это самое В общем Все это Провели ЛДПР Они конечно Свой интерес Там Это самое Как они и говорили Там Что политика Это бизнес Должен приносить Деньги Они этого не скрывают Да Да Они это не скрывают Занимайтесь Этим своим бизнесом Но нам надо было Это дело Выводить На широкие Как бы На аудиторию Да Большую И вот Готовим акцию Вот эту 26 августа В 17-м году Как использовать Этот опыт Северным Блокировать Работы разреза Вот они там Ковырялись Как бы Потихоньку Мы значит Довольно-таки Много там Человек под 300 Собралось Людей Останавливаем Технику Все это самое И что не уйдем Пока вопрос не решится Приезжает полиция Как бы Тогда для них Это тоже было В новинку В новинку Да Что блин С нами делать Как бы Так сначала Там попытались Там Сейчас Типа заберем Забирайте Всех забирайте Все в очередь Выстроились Что-то уазик Это мало Как бы Нас тут он Сколько Мы все готовы Залезть Еще вызывайте машины Сейчас директор Приедет с документами Ждем директора С документами К вечеру Чурляев Приезжает Сначала Гусев приехал Там Который Истерить Начал Это кто А это Зам Чурляева Не знаю По какой там Работе Но Это Как бы Я в Березово Живу Там под Березово Тоже копают Что вы там Не выступаете А что вы Сами там Не выступаете Почему вас Устраивает Нас не устраивает Так-то Выступайте Ну вот Нас не устраивает Мы выступили Как бы И не позволим Как бы Это самое Вести такие работы Дождались Чурляева Который приехал С одной лицензии Там Абэповцы Приехали И причем Интересный разговор Произошел Так вот Я так Ну мимо Так начал Ходить С ними Они Сказали же В течение месяца Сделать Что вы не сделали Чурляев Да ну не получилось Не успели Ни проекта Ни экспертизы Ну ничего А работы уже начались Да Их как торпеду Там Почему Это самое Что Шибко Это самое Они И не это Ну получится Получится Не прокатило Не получится Да Как этот Официант Да А это что Получилось Ну не получилось Ну в счете А там У них Конечно Цель Это Ананинский Восточный 2 Это участок 100% Девственная Тайга Там Уже Конечно Запасы Если тут Там Что-то Миллионов 15 тонн На Ананинском Восточном На том Уже 70 с лишним Миллионов Тон И Вот Нам Надо Держать Ну Хотя У них Там По лицензии Уже В 22 Году Они должны Были На производственную Мощность Выйти На этом Участке Ну Как Сейчас Понимаем Что Им Вот Эти Нарушения По боку Блин Ну В общем Тогда Что получилось Ну Все Остановили Все Это самое Потом Нас Начальник Полиции Заверил Что Все Работать Они не будут Расходитесь Как бы Даю Слово Офицера Все Ну Как бы Разошлись Разошлись Но Дежурных Оставили И Как Слово Офицера В итоге Ну Да Они Больше Больше С тех пор Они не Приступили К работе Но Они Как Он Потом Владимиру Горенкову Позвонил Говорит Так Все Они На следующей неделе Ставишь шлагбаум Все у них Будет Как положено Там Доделывай документы И будут И будут Работать Но Они На следующую Неделю Не Через Месяц Там Как бы Не Так У них С документом Не получилось Ну Там Там Более того Они там С лесом Выпили лес За границами Участка Их там И Ростельхознадзор Там И лесное Там Это хозяйство Там Привлекли Там Все это Ну В общем Присвоили Это место Как вот Отвал Тулей У нас есть Вот Эту Место Присвоили Ямка Черляева То есть Народ в борьбе Проявляет Юмор Я слышал Что Вы И акции Своеобразные Проводили Тоже С юмором Посвященные Этой борьбе Ну Как На войне Без юмора Никак Иначе Как А люди В принципе Понимают Что это уже Что-то Сродни войны Конечно Конечно Это Нам войну Объявили Но Война на выживание Либо мы Либо они А вот Ты упоминал Что Полиция Поначалу Пыталась Быть Над схваткой Типа Мы ни за кого А потом Ситуация Поменялась Вот Когда Случился Этот перелом И с чем Он был связан Вот В 17 Году Вот это Вот Потом Как Журналисты Осветили Конечно Это событие 26 августа И у нас Родилось Движение 26 августа Которому Вот уже В прошлом году Было 5 лет В этом 6 Ну Как бы Сейчас Кризис Небольшой Но это Ничего Это Наоборот Показывает Что движение Живое Живой организм Он неизбежно Подвергается Каким-то воздействиям И болезням И всем прочим Это Мертвое уже Не только разложение Вот И Журналисты Нам Как Такой совет Дали Вы Чтобы Не замолкало О вас Ничего Проводите Какие-то Акции Ну И мы Стали Так сказать Собираться И думать Так Что делаем Давайте Протест Заявляем Протестную акцию А будем Высаживать Деревья Все Заявляем Что протестуем Как бы Полиция Там все А мы Собираемся С ведрами Лопатами Там Саженцами И Едем там На край Разреза И садим Деревья Полиция Блин Ну Акция протеста Они садят Деревья Что делать Обман сплошной Получается Ну Это самое Потом Как раз Тогда Я Как уже Говорил Что Этот Открытая Добыча Охватила Уже Весь Юг Кузбасса И Такой Момент Получился Менчереп Это в Беловском Районе Беловское Водохранилище Там два Поселка Янской Менчереп По области Берега У них там Рыбное Хозяйство Красные Карпы Разводят А у них Как Тоже Так Паи Нам Отдавайте Все Будет тут Разрез На ваших Паях Люди Как так Мы не собираемся Разрез Нам он тут Не нужен Тоже там Активисты Против этого Разреза Там начинается Конечно Коллаборант Одну нашли Которая там Разрез Это хорошо Это здорово Паи свои Отдает Ну у них Что хорошо У них Глава поселения Прям Конкретно Против Разреза Тоже там Все И Вот тоже Прецедент У них Получился По суду Они добились Не допустить Там Разреза Они Разрез Как выставил Это дело Что в государственных Нужных Вы обязаны По ним Нам отдать Тогда команда 29 Юристы Помогали Ныне Они там Иноагентами Их признали Там Команды Расформировались И все Сейчас нам Вот эти ЦПшники Тыкают Вот вы там С командой 29 Связывались Ну Во-первых И не мы И во-вторых Что плохого Они сделали Они Отстояли Сельхозземли Вот Они в суде Доказали Что это Не в государстве Нужды А нужды Частной компании Как бы Сельхозземли Уничтожить И лицензию Отозвали Там тоже Как бы Разрез А там Они планировали Табиловское водохранилище Спустить Вот И у нас С ними связи Наладились И нам Они подогнали Два Таких Больших Бочки Красных Мальков Краснокарпов И мы тоже Акцию протеста Запускаем В один из карьеров Этих Мальков Краснокарпов Тоже заявляем Что акция протеста А выпускаем Мальков Ну Из ролика Мы знаем Что у вас Были и более Горячие фазы Противостояния Доходило Там до Так сказать Стычек И обыски И уголовные дела Вот Когда все это началось И почему Тут По 17 Вот этот митинг 24 сентября Который удалось Да Там и судебные решения Там ЛДПР тоже занималась Там На площади общественного мероприятия Ну конечно Сцену нам не дали Сцена Срочно Ремонт закрылась А потом вообще На этой площади Колесо обозрения поставили Как бы все Там Его там монтировали Несколько лет Потом Убирали Несколько лет Короче Как бы Нет Самое А митинг Его особенности По численности Там да Человек 500 Но его особенности Он предоставлял Практически Весь Юг Кузбасса Мы там сделали Такие таблички С населенными пунктами Там люди стояли С ними Там Пестрило Вот этими названиями Разнообразными Вот Провели этот митинг Все это уже Как бы Стало Вот это Достоянием Гласности Да Люди стали Там тоже Как активисты С разных поселков Все это уже Формироваться В такой Как бы Костяк Все Но Тут Работа Вот Если допустим Вот взять К примеру Гавриловку К нам приехали Там активисты Вот у них Разрез Степановский На сельхоз Поля валит Отвал Как бы Это самое Остановить это дело Прям Ну Массово Вот так Выйти Прекратить это дело Ну Прям Мы на это Как бы Все и договаривались И тогда Может Конечно Моя ошибка Что я С этого собрания Ушел сразу туда Как бы Раньше всех Тогда Вместе со всеми Идти А я ушел Ну все Как бы Там и оделся Конечно По такому По полевому Так скажем Останавливать технику Ну Там собралось Много народу У нас Как вот Такая вот Идея Тоже Летучие Отряды С каждого Населенного пункта Даже Человек По пять Чтобы машину Сели В нужное место Приехали Тоже там Человек Под 300 Собралось Но Местные жители Тут выступили В таком ключе Что А что вы нас тут Приехали с разрезом Сорить Нас все устраивает Они нам тут Дороги асфальтируют Они нам уголь Бесплатно дают Они нам там Ремонтируют Там что-то Так что Не надо нас ссорить С разрезом Это вот Семнадцатый год А нынче Все Гавриловка Сносится Все Ее практически Нет А Директор На этом Собрании Да ребят Да что вы переживаете Это временный Отвал Отвал породы На сельхоземлю Временный Отвал Я понимаю Снежный Отвал Временный Он потом Расставил Ну как вы Потом Это Просто Откровенно Врать Что это Временный Отвал Ну тем не менее Получилось Вот так вот Что Люди Актив Получается Не доработал С людьми Что Как бы Вот Донести До людей Что через Несколько лет Дружба с разрезом Не будет Деревней У них не получилось Чем заканчивается Эта дружба То есть вы сделали Вывод о том Как именно Нужно с людьми Работать Что нужно им Постоянно Объяснять Чем все это Закончится Ну Да Ну Как бы Вот Дальнейшие события Вот Нас маленько Охладили Мы Получалось Выглядели Как какая-то Бригада По вызову Что это самое И Люди В других Населенных Пунктах А сейчас Шереметьев С Горенковым Приедут Там Как бы Разберутся То есть Они начали Немножко На вас Перекладывать Нагрузку Вы Мол Сами Разберетесь Дальше Получается Восемнадцатый Год Мы Решаем Актив Решаем Провести Акцию Ну Как Прямо В сердце Так скажем Разрез Березовский Это Разрез Чуть ли не Тулеев С ним Кровно связан И муд Потому что Зеленый свет Во всем Пожалуйста Земли какие надо Пожалуйста Все это самое И там Такой момент Получился Дорога Новокузнец Костенково Костенково Довольно-таки Большое село И в нем Живут Довольно-таки Как сказать-то Благосостоятельные люди Причем И как чиновники И как бизнесмены Там Как бы Дача Там есть Там вообще Градчики Какой-то отдельный Там Как бы Это самое И Разрез Подходит К этой дороге Вплотную И начинает Строить Объездную Дорогу А эту Перекапывать Люди Возмущаются Люди Там пишут Там тоже Письма Там все Это самое Что с нами Костенковские Активисты Выходят на связь Там Они помогали нам В 2017 году Были там Участвовали И мы тоже Проводим Такую акцию Полиция Тогда уже На нас Так Уже Как бы Вот Ну тогда Еще конечно Если у нас Это движение Стало В СМИ Широко Звучать То конечно На нас Обратили внимание И зарубежные Всякие там Издания И Ну Нам Как бы От этого Ни горячо Ни холодно А власть У нас Очень ревниво К этому Относится Если там Западные Какие-то там Начинают Журналисты Вас в том случае Не обвиняли Иноагентами И до сих пор Обвиняют И до сих пор На нас Поклепывают Идут Госдеп Моссад Там и прочее Да Там это самое Там Ну Порой уже Доходило до того Что мы уже Вот Вот Хотят с вами Встретиться Там какие-то Французские Журналисты Да не надо Нам Мы не хотим Как бы Уже до того Это самое Ну Тем не менее Приезжали Ну И главное Едут снимать Какие-то Эти самые Там Ужасы К нам Приезжают А у нас Белый снег Ну разрез-то не работает Мы же Не дали работать У нас Белый снег Прямо Все так Это самое Дышится Хорошо А что у вас Тут Это самое Так вот Ну вот так Вот Как бы Хотите Ужас снимать Езжайте Там Где копают Вот И что мы Делаем Вот На этом Березовском Разрезе Решаем Провести Акцию На Светофоре Там Вот Есть Место Где Белаза Пересекает Эту Дорогу По Закону Нельзя Белазам Даже Пересекать Дорогу Общего Пользования По которой Автобусы Ходят Автобусы С детьми И причем Был Даже Эпизод ДТП С участием Белаза И школьного Автобуса Но Это все Опять же Замолчалось За это Самое Ну как С Березовским Кто будет Ссориться Кто его Накажет Все На это Глаза Закрыли Вот Решаем Перекрыть Эту технологическую Дорогу Не саму Трассу А технологичку Не дать Но Чтобы Как бы Вести Полицию В заблуждение Запускаем Дезинформацию Что акция Будет В самом Разрезе Березовский Там Конечно В темную Использовали Активистов С Березовым Там Как бы Ну Они Потом Нас простили Конечно Поняли Зачем Это делали Там Как бы Звоним И Надо Срочно Собрать Людей На край Разреза Там 20 Снегоходов Заедет Сам Разрез Остановят Технику Но Чтобы Поддержка Была Людей На краю Разреза Полиция Вся Там На краю Разреза А мы На Светофор И Перекрываем Дорогу Это Как бы А там Всего Один Экипаж ГИБДД На дороге Ну Получилось Что И приехал И глава района И прокуратура Там И все Это самое Не знаю Даже что сказать Они Вот Да там Вразрез Сам себе Там что-то делает Это Никакую Дорогу Никто трогать Не будет Ну вот Косенка Это все Это самое Не так Там все В общем Что давайте Все Комиссию Создадим Там Как бы Соберемся Там Ну все В общем Заволокитим Как обычно Как они это любят Все вопросы эти решим Да Там Это самое На Березовский Там Как бы Это 3 февраля было Проверку Березовскому Там устроим Там документы Там все Ну все Все в общем Как бы Это самое Вы только успокойтесь Мы расходимся С дороги За две недели Получается встреча В администрации Где толком ничего Нам ни на один вопрос Не ответили Наоборот Еще больше Там Как бы Сидит там Вот эта чиновница И говорит А У нас Краснокнижных растений Нету Как нету Полная Плеяда Там Гоньки Кандыки Там Саранка Там Все Там Что только Не растет Там У нас действительно Природа В Кузбассе Очень Может Влияет То что Уголь близко Поверхностей От разнотравия У нас Маленько Отвлекусь После нашего сена Алтайская корова Не едет Действительно Разнотравия У нас Богатая Ну и Проверка На березовском Тоже Вот Склад плодородного Слоя почвы Воткнули Табличку В гору породы ППС Написали ППС Как Там Плодородный Слой почвы ПСП Мы прям Не поленились Мы Говорим Люди Деревенские Зашли на нее Давай А где тут почва Здесь камни Порода Вы что нам Тут Лапшу На уши вешать По документам Директор Нам ФСБ Запретило Документы Показывать Вы частная Компания При чем тут ФСБ Ну вот И Делаем заявление Что Нас не устроили Ни проверка Ни собрание Вот этого Администрации И 17 февраля Опять выходим На Дорогу И вот тут Нас За Горенковым Мы Забрали Буквально Через минут Там 20 Вот тоже Есть там Кадры Где Как пятерых Человек Сначала Горенкового Там Сцепились Ребята Как бы И получилось Четырых Увели в автобус А меня потом Я смотрю Окружают Как бы Полицейские И я на землю Лег Они меня За руки За ноги Да Ну там На кадрах Тоже есть Момент Унесли Ну унесли Унесли И по двое суток Нам влепили Ну мы До суда Двое суток Сидели И нам потом По отсиженному Зачли задним числом Да Ну не за ним На суду Там Двое суток Как бы Да И вот С этого момента Полиция Конечно Все уже Вот Конкретно Показала себя Что она За разрезы Она на стороне разрезов Что она Служит бизнесом По сути Да Вот И тогда Такое прямо Нам Усиленное Внимание Как бы Все там У дома Там постоянно Машина полиции Дежурит У вашего Да У Горенкова И у меня Вот Они Приезжают Стоят Просто Смотрят Куда И что там Это самое Ну Мы тогда Тоже Интересный Тоже момент Такой Получился Такой Смешной Так скажем Ну так С юмором У нас Такой Как бы Среди активистов Мы договорились СМСки Они полиция Смотрит Прям однозначно Вот Простые СМСки Они прям Прямиком Тоже Отправляются Там В полицию И мы Договорились Если точки нет В конце Сообщения Значит Деза Как бы Вот такое Цивилев приезжает В Новокузнецк И в Костенково Собирается ехать И мы СМСку Рассылаем Собираемся На повороте На Костенково Останавливаем Кортеж Цивилева И задаем Вот эти вопросы Там По дороге Там По всему Там Ну и А сами Дома Решаем Быть Спокойно Как бы Пусть там Полиция Как бы Это самое Ну а Ничего Они утром приезжают И нас забирают Как бы Вы Люди Как бы Непредсказуемые Лучше вы Посидите Да Ну повод Нашли Там Что нам Штраф Еще же Впаяли По Березовскому Поэтому И Что мы Его вовремя Не оплатили Меня В суде Держат Весь день Горенкова У приставов Судебных Зданий Там В общем Вечером Нас Отпускают Ну тоже Суд Там Как бы Нас За то Что мы Вовремя Не заплатили Там Обязательные Работы Там Ки-то Еще Присудили И Потом Отпустили Вот Потом Березовский Разрез На нас Подал Суд Иск На Горенковой Меня 14 Что ли Миллионов За ущерб Что они Не могли Ездить Через Эту Дорогу Да И вот Ущерб У них 14 Миллионов Тогда Еще Все Обалдели Есть ли У вас За сутки Ущерб 14 Миллионов Какой У вас Тогда Доход Вы Что-то Маленько Не путайте Что-то Ну Суд Было Несколько Судебных Заседаний Вот Тогда Первый Адвокат Который Согласился Мы не могли Найти адвокатов Вообще Юристов Которые бы С нами Хотели Работать Они Боялись Да Они говорят Вы нам Обеспечите Круглосуточную Охрану А как Мы их Обеспечим Ну Тогда Ребята Извините И вот Первый Адвокат Который Начал С нами Работать Причем Бесплатно Ну Как бесплатно Потом Мы подали На это Вот Выиграем Напишем Что вы Там Потратили И Ильченко Евгений Валерьевич Спасибо Ему большое Он до сих пор С нами Работает Как бы Это самое Инвалид Колясочник Как бы Ну Вот Он Прям Как бы Такой Вот Пример Показал Адвокатам Что За природу Это самое Бояться Не надо А когда Начались Вот эти Более Жесткие Меры Обыски И тому Подобное Что вам Там Начали Нам Не надо Было Ничего Придумывать Чтобы Про нас Что-то СМИ Не опубликовало Власть Сама Это делала За нас Что-нибудь Они придумают А получалось Наоборот Вот Когда они Опять же В восемнадцатом Году Я на маршрутке Работаю Это самое Шеф Звонит Вечером Мне утром На работу Звонит Серег Завтра на работу Не выходи Иначе Бизнес у меня Хана Почему А ему Сказали Вот у тебя Такое Вот работает Надо Чтобы он Не работал Или Начнутся Проблемы С бизнесом И тебя Подвели Под статью Или увольнять Начали Или как Так Фишка в том Что я Не был официально Устроен И он Говорит У меня Такой не работает Они говорят А вот его Штрафовали Тут ГИБДД На автобусе На твоем Вот работает И он Устраивает Меня Задним числом Увольняет И показывает Все Я ваши Показания Исполнил Уволил Около месяца Я наверное Не работал И это самое Потом опять У него же Такой еще Извинялся Я Блин Испугался Это самое Там Как бы Это самое Вы молодцы А я вот Такой Ну суть то в чем Вот они что Этим хотели Видимо Что я Как бы Вот меня Работа лишили И я Все Сдашься Да А у меня наоборот Появилось время И я Тулееву в отставку Напротив администрации Чуть не каждый день Выхожу И стою Как бы И чуть не каждый раз Это в СМИ Все Пикет То есть создавал Много инфоповодов Как сейчас модно говорить Да Они Замолчать это Не получалось Интересно Они Раз Это И главное Полиция Ну придет Он перепишет Тогда это Восемнадцатый год Еще не было Таких там Ни пандемии Ничего Перепишет И такие А долго будете еще стоять Я говорю Ну сейчас здесь Потом в природоохранной Прокуратуре Там два часа Потом у городской администрации Потом Ну это я Так им Они там На телефон И сейчас короче Он там поедет Там стоять Там стоять Как бы Это самое Они Думал Вообще Как бы Прямо нашли Классный способ Меня Как бы Нейтрализовать Нейтрализовать Да Одиночный пикет Не требует Уведомления Ну да Вот И один раз стою Из администрации Уходят два Таких чувака И пристраиваются Ну такого вида Как бы Бомжеватого С двумя плакатами Подходят и стоят Плакаты не поднимают Я такой Ага Сейчас поднимут И все Уже не одиночный пикет И все Я Убираю В машину иду Плакат складываю Что-то поворачиваюсь Смотрю А они стоят с плакатами Двоем Я Подхожу На одном написано Тулеев мы с тобой Руки прочь от нашего губернатора А я полицейских говорю Подождите А они уведомления подавали Это уже не одиночный пикет Тут из администрации Убегает там Чувак И им Пошли Те такие в администрацию Полиция за ними Забирает их Увозит В клоповник Администрация их потом Вытаскивала Не вытаскивала Не знаю Так Как-то не согласован Могли бы да Умнее сделать Вот действительно Подняли все Как бы И это самое Ну мы сталкивались С такими провокациями Много раз Да Вот Ну в администрации Ума хватило только На то чтобы Когда я уйду Сделать вот такое Вот чтобы снять И ту левую Вот Пикет за тебя Народ поддерживает Да Да Ну Потом Вот В восемнадцатом В девятнадцатом году Уже На горизонте Появляется Этот вот Разрез Апанасовский Появляется он Как Через одного Тоже Активиста На тот момент Они Пытаются Выйти на нас На разговор Мы Принимаем Решение С ними Вообще Не разговаривать Почему Потому что Раз Санитарные Нормы Нарушены Никаких Договоров Каких-то Компромиссов Быть не может Все Потому что Либо мы тут живем Либо они тут работают И мы Отказываемся А через этого Активиста Потом Который Скажем так Штрейбрехером Оказался Пошел Работать На этот Разрез Ну Пообещал им Что с нами Вопрос уладит Не получилось Его уволили В общем Через него Они как сказали Мы Копать все равно Будем Кто будет Против Посадим Связи у нас есть А почему Есть связи Потому что Один из собственников Это сын Бывший прокурор Области Андрей Халезин Сейчас в Москве Где-то живет Второй Гагик Сукиасен Тоже они там Родственники Шурина Или кто они И третий Не знаю Фадеева Или Фадеева Была Но третий Собственник Постоянно меняется Сейчас уже Очередной раз Сменился Ну в общем Лучше с нами Дружить Люди со связями Да Лучше с нами Дружить А мы Вам Как бы Поросят Теплиться Вообще Будет у вас Все красиво Зашибись Если будете С нами Дружить Не будете Дружить Ну Будете сидеть В общем На тот момент Конечно С нами Уже Ну скажем так Курировало Нас ФСБ Ну Все равно Уже Как бы Шум Вот это Движение Все уже Это самое Конечно Без них Никак Там То есть Вы угроза Для государственной Безопасности Если бы Были угроза Мы бы сидели уже Нас бы С нами Не церемонились Но Все-таки Не так Все однозначно И во всех Структурах И в том числе Государственных Я так Все равно Ну как не только я Вот мы так вот Тоже полагаем Что Есть люди Там Которые Прекрасно Видят К чему Все идет Что вот Эта открытая Добыча Это уничтожение Страны Уже даже Ну уничтожается Территория Уничтожается Выворачивая Изнанка Которая Непригодная Для жизни Ну как На ней Потом можно Что-то делать Что-то жить Это по сути Уничтожается Страна Пусть В таких По сравнению Со всей Россией Небольших Объемах Но тем не менее Для хабида Начала Да Как бы Это самое Товарищ Который Как бы От ФСБ С нами Начал Там связи Налаживать Там все Это самое Нам Как сказал Если что-то Где-то там Произойдет Где-то Что-то сгорит Какая-то Техника Там Или еще Что-то такое Меня Игоренков Даже Не будут Разбираться Закроют Сразу Все Как бы Такое Вот Ну Может Пугал Может Это самое Но тем не менее Когда Сгорел На Вот этом Участке Ананинский Восточный У этого Сипугля Бульдозер В 19-м Году В начале Лета Как раз Когда углемайнинг Там Было Нам Конечно Переждать Эту Всю Фигню Подальше Мы Там Пару Ну Как Пару Недель Мы Как бы На связь Не выходили Приезжала Полиция Все Это Самое Там Вот С этого Момента Потому что По сути Так оно И получилось Что Вот этот Гусев Чурля Написали Заявление Именно На Горенкова Меня Вот Тут Как бы Конечно Им Под Это Под Это Дело Убрать Тех Кто Мешает Вот С этого Момента И начались Обыски Вот Первый Обыск Это В августе 19-го Года Тоже Да Уже Все Там Что Уже Как бы Это Самое И вот Тогда Как бы С нами Стали Работать Действительно Сильные Юристы Вот Опять же Тоже Как бы Ну Не Скажем Что Бесплатно Но Нас Там Три шкуры Дерут И Входит В положение Когда Там Это Самое Там А Обыски На твой Взгляд Какую Цель Преследовали Запугать Заставить Вас Замолчать Ну Или Это Была Какая-то Просто Дежурная Акция Раз На вас Написали У вас Обыски Нет Цель Конечно Нас Изолировать Что-то Найти Такое Чтобы Изолировать ЦП На каждом обыске Участвует ЦП Там Переворачивают Центр по противодействию Экстремизму Переворачивают Опять все бумаги Уже не знают У меня библиотека Ленин Маркс Энгельс Уже Что-то звонит Может Что-то Из Марксизма Изъять Как бы Подвести У меня кстати Пропал Антидюринг 30-х годов Издание В переводе Рязанова Вот так Я прям Очень Жалко мне Эту книгу Довольно-таки Она Я вот Смотрю потом Другие издания Как-то Сухо написано У Рязанова Как-то такой Живой перевод Читается легко Прям Это самое Вот Сволочи Дайте они Утащили Ну Найти Ничего Конечно Они не могут Там пытаются Что-то подвести Под этот Экстремизм Ну пока еще Коммунистическая Идеология Не запрещена Ну да Если только Запрещена Потом-то Наверное Да Давай несколько Слов о Текущем Положении Дел Какие цели Сейчас Перспективы Борьбы На твой взгляд Сейчас Ну Цель-то Конечно Отстоять Не допустить Уничтожение Малой Родины Там И как бы Люди все Конечно Мы Что еще делали Что С Бунгурским Северным Мы проводили Референдум Ну тогда Как бы Вот в каждый дом Раздавались Опросный лист С простым вопросом За Развитие Вот этого Разреза И помощь От него Либо против Тогда Там И у нас 120 домов Ну Там Домов 14 Нежилые Либо на продажу И что тогда И что сейчас Подавляющее большинство Против разреза Что вот В прошлом году Также провели Референдум Ну они там Стали ходить Тоже Собирать подписи За разрез Обманом Что Это не за этот разрез Это там Далеко Где-то там Это самое И люди По-простецки Подписывали А хотя бы Так подумать Ну если это где-то далеко Зачем твоя подпись Им нужна Ну да Это самое И Как бы В ответку Мы вот опять Референдум Проводим Ну уже И отпечатанные Опросные листы Уже там Самый итоговый протокол Составили Тогда это было Как кустарно Уже Маленько По-другому В этом году Наверное Думаю Проведем Вананин Референдум Референдум Это референдум Он Имеет какую-то Юридическую силу Или это просто Общественный акт Такой Чтобы выразить Волю жителей Прежде всего Для понимания Самим Надо ли людям Что Против разреза То есть Вы Пытаетесь Разобраться Какова реальная Позиция Да И после того Как мы Тогда с Бунгур Северным Провели референдум В 2012 году Больше уже На основании Вот этого Нашего референдума Мы никакие Социальные соглашения Не заключали Все Есть Вот Есть воля жителей Определенно Да А то что В глазах Власти Играет Он для них Эту роль Не играет Это уже Нам не важно Что они там Думают По этому поводу Мы для себя Это делаем Свою Расстановку сил Расстановку То есть по сути Здесь решает Не бумага А сила Что за этим Референдумом Стоит Какая реальная Сила Да Если Она реальная С ней Власти считаются Если вот Люди Выскажутся За разрез А допустим Вот Три-четыре человека Будут Ему противодействовать Это уже Будет Не Конечно Это вы Оторвались От жителей Горских активистов И ее легко Сломать Это уже Бандитизм Получится Если там Какие-то действия Против разреза А тут Напротив Единодушная Практически Воля Жителей Да В этом отношении А кстати В ролике У нас Упоминалось И ты тоже В разговоре Упоминал Некие поселковые Советы Вот Что это Такое Насколько я Помню Советы Эти были Организованы В нескольких Поселках И Они Представляли Собой Форму Вашей Координации Что-то Вот в этом Вроде Ну В Алексеевке Так Организация Самоуправления На общественных Началах У нас 2007 года Ну Опять же Это самое Сначала Как комитет Управления Назвались Там Выбрали Людей Там Тоже 11 человек Выбрали Но Больше Половины Это Как бы Так Для Галочки Ну Тогда И не было Еще Сейчас У нас Вот За эти Годы Поселковый Совет Оформился В такую Как бы Структуру Которая Не просто На бумаге Как-то Работает Что-то Делает Это Вот В него Входит Пять Старших Улиц У нас Пять Улиц Ответственные За водопровод Ответственные За электричество Ответственные За дороги И Три Человека Комиссия По благоустройству Ну И еще Делегаты Чумышского Совета Ну Чумышский Совет Сейчас В очень Глубоком Кризисе Хотя Если Поселковый Совет Администрация Проглотила И как-то Считается Сотрудничает Есть Ответственные За водопровод Уже Если Что-то С ним Связывается Та же Администрация То Чумышский Совет Они восприняли Штыки А Чумышский Совет Как раз На фоне Борьбы Поселковые Советы Создались Еще В Анадиной Апанасе То есть Это По сути Формы Самоорганизации Граждан Которые Администрация Так или иначе Вынуждена Признать И как-то С ними Взаимодействовать Получается По факту Да Как бы И Мы Ничего Не видим Такого Противозаконного В этом Хотя Опять же Повторюсь На общественных Началах Мы Никакие Не подавали Уведомления Что мы Создаем Есть протокол Жители Все Нам этого Достаточно Опять же Что там Власть На это Как смотрит Думает Это уже Ее дело Но Как бы Получается Что Чумышский Совет Когда мы Образовываем Там он Из делегатов Там допустим Мы к чему К этому Все свели Допустим Чтобы Хочет С нами Директор Разреза Встретиться С ним Стречаются Делегаты Чумышского Совета Которые Уже На встрече Не Говорят Ну давай Что-то подумаем Как это А они Что И делегировали Сказать Это Владимир Анатольевич Он С юмором Таким Хорошим И Когда С одним Из Директоров Встретились Он Такой Вот Там Покопать Там Я Прям Вообще Хочу Чтобы Мы Там Покопали Но Меня Делегировали Совсем Другое Сказать Нет По сути Получается Вы В каком-то Смысле Воспроизвели Ту Систему Советов Которая Зародилась Еще Больше Ста Лет Назад Когда Вот В Иваново Вознесенске Да Делегаты От Рабочих Связанные Волей Своих Коллективов Говорили То Что Им Сказали Люди И Они Были Избраны На Таком Собрании Общем Коллектива И так Далее Под протокол Все Делегатов Избираются Которые Там Любой Вопрос Все равно Должен пройти Одобрение Собрания Все люди На собрании Инициатива Какую-то Может Сереж Такой вопрос Вам еще Не пытались Пришить Попытки Чего-нибудь Там Свержения Действующей Власти У вас По сути Параллельный Орган Власти Нечто Подобное Ну Когда Вот С Чемышевским Советом Они Прям Лимонов Это Главопоселение Прям Нет Это Незаконный Это Вы Двоевластия Боитесь Она Да Он Откровенно Говорит Да Нам Это Не надо Ну Опять же От Людей Это Расшевеливать И вот На Вот Это Понятно Рутина Понятно У всех Бытовуха Понятно Все Это Самое Там Вот Сейчас Я говорю Мне на маршрутке Проще Было Когда Работал Вот С Бунгур Северным Бороться Напарнику Позвонил Все День Свободен Все Там Они На Меня Ты Что Вообще Не Работаешь Там Как Ну Постоянно Там А Сейчас Все Скотина Хозяйство Сейчас Каждый День Надо Кормить Каждый День Там Все Это Самое Уже С Временем Вообще И Прям Как Напарник Бывший Да Ты Уже Не Можешь Без Борьбы Тебе Уже Все Надо Не Поверишь Мне Корова Скоро Родит Мне Мне Нравится Косить Я Вручную Кошу Литовкой Отдыхаю Этим Как Это Самое Ну Не Дают И Сейчас Очень Сложный У нас Момент Такой Власть Очень Хитро Действует Вот Эти Слова Цивилева Что Мы За Жителей Мы Не Допустим Это Лукавство Потому Что Разрез Работает Значит Они Лукавят Тормозит Жителей От Каких Действий Ну Цивилев Сказал Верят Да Вот Тут Сейчас Еще Год Выборный Вот Конечно Они Прям Вот Что Глава Района Они Прям С Такими Честными Откровенными Глазами Мы Против У них Все По Закону У них Все Бумаги По Закону Мы Против Но Сделать Ничего Не Можем Все Конечно Способы И пути Используем И те же Суды Хотя 13 10 13 Год Мы Только Нас Судили За Хулиганство Подавали Они Суд А Сейчас Мы Это Самое И в судебном Отношении Тоже С той же Дорогой Которую Я рассказывал Участок дороги Которую Они хотели Перекопать Они Заасфальтировали Опять же Мы добились Это тем Что Они Когда Подошли К дороге Костенковской Копать Им надо Зрывать Зрывать Перекрывать Дорогу И мы Когда Знаю Когда Взрывают Заезжаем Туда Опять же Человек 150 По 200 И Не даем Провести Взрыв Неделю Так Мы стояли И Добились Что Они Дали нам Бумагу Что Это Ихняя Дорога У нас Она Приватизирована Мы С этой Бумагой В суд Что Приватизация Незаконна Дошли До Верховного Отказали Понимаем Потому что Им Нафиг Это Президент Опасный А то Вся Приватизация Известно Как Делалась Но Тем Не менее Дорога Заасфальтирована Вместо Чтобы Перекопать Они И Всячески Добиваются Чтобы Мы Им Не Противодействовали У нас Перед нами Пример Костенка Когда С двух Сторон Подкопали Они Так же Подкопают Ребят Смотрите Аварийная Ситуация Дорога Мы Рады Ее Оставить Но А как Ее Оставить Если Она Подкопана С двух Сторон Вот Скажи А вот На твой Взгляд Личный Что Позволяло Вам И тебе И твоим Единомышленникам Вот Все эти Долгие Годы Продолжать Сопротивление Ведь Я думаю Ты сам Не раз Сталкивался С такими Настроениями В разных Ситуациях Когда люди Опускают руки Говорят Что Все Бесполезно Ну Поборолись Так тому и быть Вы Продолжаете Борьбу Добиваетесь Определенных Успехов И Несмотря Ни на какие Трудности Руки не Опускаете Вот В чем Секрет Как вам Это удается Откуда Берете Силы Оптимизм Что ли Для Вот Всего Этого Дела Или Просто Отступать Некуда Вот Если Лично Меня То За Алексеевкой Для меня Земли нет Все Это моя Родная Деревня У меня Там Пять Поколений Предков На кладбищах Лежат По всей округе Причем Не только В Алексеевке И Ивананин И на Новом Урале Мне еще Конечно Убеждения мои Коммунистические Помогают Вот Работы Ленина Это Много Оттуда Какую Помощь Тебе И твоим Товарищам В вашей борьбе Могут оказать Наши зрители Наши подписчики Чем мы Можем Помочь Да Тут Самая Вот Лучшая Помощь Это Во всех Подобных Ситуациях Не отступать И не сдаваться Вот Принципы На которых Мы стоим Не бояться Не сдаваться Не продаваться Вот Один из них Нарушит Все Начнется Как бы Это самое И вот Также Самая Лучшая Помощь Это Так же Чтобы у нас Не выглядело Это Сейчас Получается Мы как Белая ворона Как бы Как исключение Какое-то Это должно Стать правилом Это Да Это Вот Это Самая лучшая Помощь Это Чтобы Это стало Правилом Во всем Везде Всегда Мы на суде В последнем слове Когда На 14 миллионов Хотели Я как Сказал Что Это все Судилище Похоже На то Что Ворам Не дали Ограбить Помешали И они Подали в суд На тех Кто помешал За упущенную Выгоду От грабежа И с рабочими Тоже Кто на разрезах Работает Боремся Но Как бы Я к ним Не как К врагам Отношусь А вот Тут Недавно Стихотворение Как бы Прочитал Когда На краю Вырытые Ямы Стоят И белые Солдаты Расстреливают И они Мы не вам Проклятие Шлем Солдатам Таким же Братьям Как мы Вы просто Вас запудрили А этим Сатрапам Генералам И этим Помещикам Капиталистам И тут Так же Люди Подневольные И не очень Может быть Понимают Что делают Да и понимать Сейчас В режиме Удалось Так Закредитовать Заипотечить Прям вообще Это Прям Очень Удачный У них Этот ход Получился Мы желаем Вам успеха В вашей борьбе И конечно Не будем Ограничиваться Одними пожеланиями От лица наших Товарищей Из российского Трудового фронта Хочу сказать И самое главное Сделать так Чтобы Ваш пример Стал Заразительным Чтобы ваш Пример Перестал Быть Исключением Чем больше Людей В нашей Стране Осознает Что за Свои Права Нужно бороться За достойную Жизнь И достойное Будущее Нужно бороться Чем больше Людей Включатся В эту борьбу Тем в конечном Счете Лучше Все мы Будем Жить Спасибо тебе И я надеюсь Это не последняя Наша встреча И может быть Мы будем Выпускать Новые ролики Посвященные Нашей проблеме Общей нашей Проблеме С этими Разрезами Я надеюсь Что эти ролики Будут сообщать О каких-то Хороших Новостях О каких-то Успехах И победах Всем счастливо С нами сегодня был Сергей Шереметьев Житель Кузбасса Активист Коммунист Борец Против Произвола Капитала 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 Капитала